Всем приветок! С вами Лизоек. Ребята, думаю, вы видите, какое классное настроение у этого смайлика. Мне кажется, что сегодня я самый счастливый человек в мире, потому что я еду на море с бабушкой. Но думаю, что вы по названию видео догадались, что я сегодня снимаю видео, какие вещи я беру с собой на море. Я, как вы видите, сижу сейчас на таком классном стульчике. Но как бы это не совсем стульчик. Я думаю, что если вы давно смотрите мой канал, то знаете, что я на море езжу не с чемоданом, а с вот такой вот сумкой на колесиках. Я бы могла так сказать. Сейчас немножечко я расскажу вам про свою сумку и покажу ее. Самая главная деталь на ней. Это вот такой вот мой брелочек. Такая вот, вроде бы из Angry Birds такая птичка. Она со мной была в Турции, в Египте, а теперь будет и в Одессе. Кстати, ребята, посмотрите, какие здесь колесики. Ну, вообще, обычные колесики, но мне очень нравится то, что они светятся, когда катаешь. Их, так скажем. Сумка сама фиолетового цвета. Вот внутри вот такая вот дверька. И мы можем заглянуть вовнутрь. Там одно большое отделение. Сверху есть вот такая вот сеточка. Туда тоже можно сложить вещи. Эта сумка выдерживает 120 килограмм. То, что очень удобно. Если там, допустим, вы в аэропорту заняты все места, то можно на ней здорово посидеть. А еще можно сделать, по крайней мере, я делаю себе вот такой, типа стульчик. Раньше эту сумку я брала на каток, потому что туда как раз идеально помещались все мои вещи для фигурного катания. Но так как на каток я уже не хожу, эту сумку я использую для путешествий. Про сумку я вам рассказала. Теперь я возьму свой рюкзачок. Я его тоже, кстати, беру с собой в поездку. Думаю, вы знаете, все, мой рюкзак розовый с вот такими, типа левых штучками. Вы можете видеть, что у меня сейчас вся кровать занята моими вещами. Мне кажется, я в первый раз так много вещей набираю. Но для девочки мне все надо. Вот я прямо вам отвечаю, все надо. Я сначала сложу все, что мне нужно будет сложить в рюкзак. Я беру всякую мелочь и потом уже будем приступать складывать другие вещи. Так, самое главное, вот, ребята, самое главное. Вот это самое главное. Вот я сейчас вам говорю. Это два сквиши, два лизуна и два мини-мишки. Вот такие вот у меня есть слаймики. И вот таких вот два сквишика. Кстати, вот этот сквиш мне подарили на моей фан-встрече. Это мне, кстати, если я не ошибаюсь, подарила девочка Кристина. Спасибо тебе большое. Так, ну а еще и два вам таких вот мини-мишки. Я очень люблю маленькие такие вещи. Поэтому я их обязательно возьму все с собой. Так, дальше я возьму себе салфетки. Мне очень понравились эти салфетки. Мне, кстати, подарили. Я не знаю, где их можно купить. Расческу тоже возьму с собой. Но я, конечно, ее потом достану, чтобы расчесаться. Очки я сложу в сумку для камеры. С собой. Сложу некоторые вкусняшки. Мы будем ехать, ребята, ночью. Выезжать где-то будем примерно в 10 часов вечера. И ехать мы будем примерно в 13 часов. Хоть мы будем ехать ночью, мы будем спать. Но продуктов мы набрали целый пакет. Так, дальше вот такие вот сливки-линивки. Еще я сложу свой кошелек-лик-ликсель. А потом еще я положу телефон. Так, то есть ручная платья у меня уже собрана. Теперь давайте я вам покажу свои вещи. Потому что я вам просто их покажу. А потом я уже буду их складывать. Для начала это две пары шортов. Первый вот такие более светлые. И тут сзади на кармашках вот такие вот разноцветные ниточки. А вторые шорты. Вот такие вот джинсы. С такими типа порванными вставочками, можно так сказать. А вот эти мы решили, что я их буду одевать, когда мы будем ходить туда, где-то, не знаю, по городу, может быть, будем гулять. А вот эти уже возле номера. То есть мы все продумали. Дальше. Так как я буду на свой день рождения там, мы будем, я надеюсь, что мы будем там праздновать. Я пока еще ничего не знаю. Я решила взять вот такую вот свою юпочку. Она беленькая, такая, даже не белая, а молочная. Такая немножечко блестит. И я ее одену, потому что она достаточно нарядная. Далее, наверное, покажу вам свой еще бейнетоновский костюмчик. Я в нем, наверное, и поеду, потому что я думаю, что будет прохладно. Сейчас я вам его покажу. Такая вот черная, мне кажется, толстовочка, я бы так сказала. С длинным рукавом. И здесь надпись розовая. И к ней прилагаются, вот такие, предлагаются, я не знаю, как слово правильно говорю, выговаривать. В общем-то, вот такие вот лосиночки. Очень классные и мягкие. Их будет, я думаю, точно удобно. Я теперь покажу вам свои футболки. Мне кажется, их я взяла больше всего. Первая серая футболочка с вот таким вот сердечком. Дальше футболочка белого цвета Dream. Это я буду брать себе на пляж, потому что нам посоветовали взять, так как можно сгореть. И она как раз такая легкая, то есть в ней можно будет сразу и купаться. Далее мой небольшой такой крок-топ бирюзового цвета с иньки Маусом. А сзади есть вот такие вот прорезы. Следующая моя футболочка, точнее последняя, она тоже такая очень легкая будет. И как раз она подойдет мне на пляж. Еще я беру себе вот такую вот яркую кофточку, то есть на прохладный вечер она не будет как раз. Естественно, полотенце. Моих два любимых полотенечка. Первое, мне его вроде бы покупали специально для пляжа. То есть с вот такими вот лапками, отпечатками ног. Первое. А второе, мне подарила на день рождения моя одноклассница. Вот такими вот чудиками. Когда мы его не постирали, оно было невероятно мягкое. И я им тогда укрывалась как пледом, честно. В общем-то, это два полотенца. Потом я их сложу. Еще я беру с собой унок. Так, что я вам еще не показала. Следующие у меня вещи еще находятся здесь, вот в таком вот органайзере. Мне кажется, я его всегда беру. Сверху вы увидите моих два купальника. Первый, более ярким, наверное. Черного цвета, с разными эмоджиками. Мне больше всего нравится Лидия Нароли. А какой банк? Пишите в комментариях. Второй мой купальник, тоже на темном фоне. И здесь вот такие вот разные шайки. А сзади открытые. Вот такое вот. У меня пока что нету открытого купальника, потому что я очень сильно хотела себя закрыть. И теперь у меня Эль-2. А теперь я хочу открытый купальник. Здесь у меня находится нижнее белье. У меня пижамка еще есть здесь. Вот такая вот. Я думаю, что вы ее видели уже. И здесь еще есть вот такие вот розовые шортики. То есть как раз мне будет, думаю, удобно ходить в домике с его. Еще на пляж я буду брать вот такую вот сумку Let's On. Я ее выиграла на видеопитле. Вот такая вот классная сумочка. Ну, естественно, думаю, вы все знаете, что нужно брать шлепки. Как же без шлепок? Я беру шлепки и поеду в сандали. Далее. Ну, конечно же, чтобы не сгореть, берем два крема. Этот для бабушки, а этот специально для меня купили. Ну, гель для душа и шампунь. Здесь микс идет. Батные палочки. Бодибаттер, если на случай я сгорю, чтобы не плаваться можно было. А вот это. Это, мне кажется, моя у тебя любимая вещь. Огромный пончик. Мне бабушка сказала, что это предварительный подарок на день рождения. Я его, кстати, выбирала сама. Сейчас я его, кстати, уже запечатала. Но для вас я его распакую и покажу, какой же он огромный. Это вообще 12+. Ну, думаю, мне подойдет. Вот так он выглядит вживую. Здрасте, ребята. Он, честно, очень огромный. Ну, как? Почти в рост, как я. А когда он идует, я вообще не представляю, какого он будет размера. Но так как я на море буду снимать влог, думаю, что я вам покажу, как я буду на нем плавать. Ну, в общем-то, очень классный, бабуль, спасибо тебе большое. Моя косметичка Victoria's Secret. Сейчас посмотрим, что же здесь у меня есть. Подходите сюда. Здесь у меня чокер. Вот такой вот. Три бальзамчика. Точнее, один бальзам Baby Lips от Maybelline. И вот это два блеска. Так. Дальше. Мои резиночки. Пять резинок, на всякий случай. И мой браслетик. Я беру, кстати, два браслета вот этих. Потому что они яркие и будут классно смотреться. Чтобы не было солнечного удара, я беру свою кепку. Ну, и очки я тоже беру, на всякий случай. Вдруг там будет сильное солнце. Поэтому я, в принципе, ребят, вам показала уже все вещи, которые я беру. Сейчас я их уже буду складывать. И поэтому пишите в комментариях, кстати, ребята, что вы с собой обычно берете на море. И если вы сейчас находитесь на море или вы поедете туда, то я желаю вам отличного отдыха, чтобы вы получили позитивные эмоции. В принципе, того же я желаю себе, чтобы я круто отдохнула. Ну, а сейчас я сложу все вещи в свою сумку и покажу, как же компактно все будет это выглядеть. Мои вещи уже собраны. И посмотрите, как компактно они смотрятся в этой сумке. То есть мне как раз все идеально влезло. И сюда я, кстати, еще положила зарядку для телефона, про которую я забыла вам рассказать. Теперь я вот так вот закрываю чемоданчик свой. Хотя это не чемодан, это сумка. И здесь еще вот так вот. И мои вещи собраны. Я прямо уже вся на море, ребят. Ну, вот этот костюмчик, как я и сказала, я его одену. Камера будет сложена здесь. Здесь зарядка от камеры есть. Еще подушечку я с собой беру, как всегда. Ну, и мой рюкзак уже тоже сложен. Я очень довольна, что мы сложили мой чемодан, потому что я думала, что мы не успеем его сложить за целый день. Кто тоже собирается на отдыхе или вы уже на море, желаю вам круто отдохнуть. То же самое я желаю и себе. Надеюсь, что мне там очень сильно понравится. Ребята, подписывайтесь на мои соцсети. Я ищу мюзикли пока в инстаграме и в фейсбуке. Ссылки будут в описании. На мой канал подписывайтесь, если вы не подписаны. И на канал моей мамы, которая меня сейчас и снимает. Ссылочка тоже будет в описании. Всех люблю, целую. До новых встреч. Встретимся на море. Пока-пока. Пока-пока.